Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2598. Ваше Святейшество, может ли освящение храма на крови в Екатеринбурге в годовщину убиения царской семьи способствовать сближению московского патриархата и зарубежной церкви? Отвечает Патриарх Алексей II. Ее священноначалие желает тем самым оправдать свое пребывание в течение 80 лет вне ограды Матери Церкви. Тем не менее, мы готовы к братскому диалогу. Однако разговор надо начинать с чистого листа, без предварительных условий и взаимных обвинений. Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. Разговор у мафиозных структур всегда начинается, так сказать, с чистого листа. Зачем же патриарху становиться в ряд таких сообществ? И как можно обвинить тех, кто чудом спасся? Говорить про них, что они якобы еще должны оправдываться в чем-то, что были вне ограды, так сказать, матери Церкви. Патриархия – мать только чекистам, а никак уж не зарубежным братьям. Патриархия имеет сегодня очень сильный шанс принести покаяние за разложение Церкви изнутри, за предательство интересов Христа, за умерщвление жизни во Христе, за отступление от Библии и от канонов. Но, по видимости, они перешли тот рубеж, за которым уже нет покаяния, и они могут только злиться и лгать. Патриархия, как структура в Москве, это с большой буквы ложь, страшная и всегдашняя ложь. Вне лжи она просто развалится, как ее собрат коммунистический союз, с которым она так мирно уживалась. Вторая книга Царств, 14 глава, 13 стих. «Почему ты так мыслишь против народа Божия? Царь, произнеся это слово, обвинил себя самого, потому что не возвращает изгнанника своего». Псалом, 16 глава, 2 стих. «Господь собирает изгнанников». Книга Исаия, 11 глава, 12 стих. «Созовет от четырех концов земли». Если брату пришлось бежать под страхом смерти в иную страну, а когда он возвратился, то оказалось, что оставшийся дома стал вором в законе. Как же без предварительных условий проживания в одном доме можно жить? Если брат стал идолопоклонником, то нужно сначала ему выбросить идолов, отречься от декларации Сергия, от экуминизма, и тогда только садиться за один стол для переговоров. А нераскаянных домочадцев, осквернившихся сотрудничеством с необрезанными халдеями, запятнавшими себя службой в органах слежения, отправить в монастырь под строгий контроль. Чтобы они сидели там очень тихо, как самооскопивший себя Яков в житии Саввы Освященного. И никаких таких вот интервью, чтобы патриарх Дроздов уже больше никому не давал до исхода из сей многотрудной жизни. Книга Осия, 4 глава, 6 стих. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священно действия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих.